Учимся танцевать йохор. На театральной площади прошел мастер-класс по бурятскому танцу. В нем приняли участие все желающие. Так горожан готовят к приближающейся знаменитой ночи йохора. Тему продолжит Янина Немаева. Это взяться в победитель. Так, шаг за шагом улан-удэнс изучает бурятский танец йохор. Желающих от мала до велика танцуют даже на роликах, а преподают в национальных костюмах. Это артисты театра Байкал, организаторы сегодняшних мастер-классов. Кому, как не им, знать, как правильно танцевать. Ведь в каждом районе йохор танцует по-разному. Тункинцы плавно плывут по кругу, чеканят шаг варгузинцы, а шинехэнские буряты держатся за мизинцем. Мне приходилось танцевать йохор, но я не знала, что бывает так много его разновидностей. Вот сейчас мы танцевали кяхтинский йохор. Это было очень здорово. Буквально одна минута, а вот и жизнь стала. Горожане танцевали четыре вида йохора, но, как оказалось, это только репетиция. Готовится к ночи йохора. Фестиваль бурятского танца проводят уже девятый год подряд и собирает тысячи горожан. Йохор – это наше народное достояние, национальное достояние, сакральный танец, который мы должны танцевать каждый день с утра вместо зарядки. И на ночь йохора целых два дня мы будем прямо получать энергию с помощью природы и с помощью человеческой энергии. Я просто люблю ночь йохора, я хожу на ночь йохора, а тут просто гимнастика, разминка, здоровый образ жизни. Танцевать я хорошо, это для здоровья и, в общем, для энергетики очень хорошо. Подобные разминки еще будут. Организаторы обещают держать в тонусе горожан до самого праздника. Ночь йохора состоится 14 и 15 июля в этнографическом музее. Там гостей традиционно ждут конкурсы, призы, национальные игры и концертная программа. Обещают удивить и новыми йохорами. Для этого записали пять новых фонограмм. Ленина Немаева, Борис Бальчинов, телекомпания «Оригус».